Кроссфит Шемкент Что это будут за мероприятия и кому вы хотите помочь? Шемкент Шоудал 2016 это культурно-спортивное мероприятие, которое посвящено Дню Городу в честь Дня Конституции 25-летия, где собирается сбор денежных средств для помощи сиротам. Денежные средства будут в первую очередь собираться с участников, атлетов и будут собираться они все в урну и передаваться уже в детские дома напрямую. Ну и конечно же те люди, которые придут на само мероприятие, они могут тоже пожертвовать сколько кто может, сколько кому не жалко и мы передадим эти деньги все. Какую сумму планируете собрать? Ну сравнительно примерно от 150 до 150 тысяч, я думаю примерно можно будет собрать. Хорошо, вот кому вообще принадлежит идея объединить спортивные соревнования с благотворительностью? Ну вы знаете, это уже такая тенденция, у нас она уже больше такая традиция, она уже пошла где-то примерно с 2013 года. Просто это проводилось раньше не в Чемкенте, а в других городах Казахстана зарождалось. Мы обычно привлекали всегда какие-то организации благотворительные, либо мы как-то направлено кому-то, человеку какого-то приглашали и помогали. Знали, когда кому-то помощь нужна. И просто когда именно организуется какое-то спортивное культурное мероприятие, вот там легче именно проводить такие акции благотворительные. Потому что сами спортсмены, они очень альтруистично вообще настроены, помогать всем, сильны. И поэтому они обычно очень хорошо помогают в таких случаях, в такие моменты. Расскажите вот на примерах, кому конкретно вы помогли и чем? Ну в последний раз, к примеру, мероприятие проходило в Алмате, Кубок чемпионов. Мы собирали деньги Алексею Ретивому, это парень ему 28 лет, у него нет ноги одной. Мы собирали ему деньги на протез, помогали. Ему, конечно, очень большая сумма там нужна, но сколько мы смогли, мы ему собрали. Пригласили на мероприятие, в принципе, и ребята все помогали, собирали деньги. Да, неплохо. Он сам спортсмен, сам занимается тоже. И работает, между прочим, спасателем официально на всех равных условиях со всеми полноценными людьми на Чемулаке. Александр, расскажите, а кто может обратиться к вам за помощью? Можно лично к вам или прийти в клуб и попросить помощи? Да, обычно мы ищем людей сами, если мы не находим какие-то организации благотворительные, мы ищем людей в объявлениях, в интернете часто создаются странички какие-то, где собирают помощь разные люди. Кто-то болеет, кому-то в детский дом нужно, кто-то инвалидность какая-то не хватает, денег не может собрать. Кто-то еще что-то. И мы можем прям, обычно помогаем или целенаправленно кому-то собираем деньги, либо просто собираем деньги, чтобы передать их или приобрести на них что-то, одежду, еду, покупать фрукты, овощи, игрушки. То есть не отказываете никому? И в денежной помощи, и в физической помощи? Да. Но мы стараемся именно, если, к примеру, вот у нас получается, что кому-то помощь нужна, у нас по плану расписаны мероприятия, и мы сразу мероприятие, это приорачиваем к какой-то дате, празднику, и туда уже подтягиваем этих людей, и сколько получается, как помочь, так и помогаем. Хорошо. Александр, скажите немного об акции, расскажите, где она будет проходить и в каком формате? Так, акция у нас будет проходить 23 сентября. Соревнования спортивные начнутся в 2 часа дня. Это центральный парк города Шимкен, где фонтан стоит прямо там. Участие может принять, конечно, любой человек, желающий в этих соревнованиях, но по предварительной записи, потому что кроссфит – это такой тяжелый вид спорта, и обычно там уже выступают подготовленные спортсмены на соревнованиях. А так, в принципе, ограничений никаких нет. У нас и приедут гости с Астаны, гости с Киргизии, атлеты выступать будут для себя. Ну и, конечно, жители города Шимкен, с разных спортивных клубов, кто хочет испытать себя на прочность. Но при этом они должны собрать деньги и помочь деткам. То есть это одно из самых важных условий? Да, мы собираем, просто говоря, регистрационные взносы, которые отправляем уже на благотворительные какие-то акции. Хорошо, Александр, вот для вас оказывать благотворительную помощь, вообще для всей команды клуба «Кроссфит» в Шимкенте, что значит, вот вы делаете добро, что чувствуете при этом, какую цель преследуете? Да вы знаете, мы как-то уже об этом и не задумывались, потому что, ну, как бы, когда постоянно это делаешь, уже не обращаешь на это внимания. По большей части мы зациклены, как спортсмены, на спортивных результатах. Нам главное сделать мероприятие, чтобы испытать там себя, повыступать, людям себе показать и, как бы, шоу сделать. А благотворительная акция – это, как бы, ну, уже привычное такое дело. Мы не считаем, что это такое супер, прям, что-то такое невероятное добро или что-то такое. Мы просто делаем это и все, по большей части мы там с друг другом соревнуемся. А это мы все уже за собой, как бы, прицепом, можно так сказать. Хорошо. Александр, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Телезрителям? Занимайтесь спортом, будьте здоровы, выступайте на соревнованиях, и тогда вы будете помогать тем людям, которые нуждаются в чем-то, будете помогать себе и будете показывать пример, каким можно быть спортсменом, деткам нашим и всем людям, те, которые на вас смотрят. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости. У меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече. Это газета Рабат, я вам ее раздам. Спасибо. Читайте и выписывайте с удовольствием. Вам удачи и побольше таких хороших благотворительных проектов. Пусть у вас все получается. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова